Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семян и Чемоданах. С вами я, Славян. И сегодня, представляете, я оказался в Адлере. Как я сюда ехал, обязательно посмотрите выпуск, ссылочка будет в описании. Я сюда приехал не просто так, на самом деле не погулять, но совместим приятное с полезным. И я надеюсь, что вот эта вот погода, дождик, нам не испортит. Я приехал вот в это вот здание. Здесь подать оригиналы документов на загранпаспорт. Но, к сожалению, сюда. Я рассказывал, как так вышло. Посмотрите на канале. Сейчас иду подавать и чуть позже расскажу, как получилось. А вы пока поставьте лайк. Я все, отлично. Ехать 6 часов, чтобы 5 минут провести в кабинете. И все, и быть свободным. Еще через 3 месяца надо сюда будет явиться, чтобы забрать уже сам паспорт. Может быть пораньше, ну посмотрим. Сейчас поеду сначала покушаю. Очень сильно голодный, завтракал в 5 утра. А потом пойдем гулять. Думал, вам видно горы показать, а ничего не видно. Такая дымка, такой туманище. Дождь льет сегодня с самого утра, как я ехал в Сочи. Просто капец. Хотя не знаю, получится ли не получится погулять. Но у меня есть зонт. Поэтому нам, в принципе, он не должен испортить прогулку. Насладимся морем в Адлере. Посмотрим, как там дела на пляже. Здесь, я думаю, что сезон начинается гораздо... Будет начинаться раньше, чем в Геленджике. А мы сейчас живем в Геленджике. Кто не знал, мы туда переехали. На 2 месяца дальше будет видно. А что касается Сочи, мы здесь жили, прожили суммарно целый год. И написали свой авторский гайд, который вы можете приобрести, написав либо мне, либо Настеньке по ссылочкам в описании. Мы туда упаковали весь наш опыт. Там есть туристические и нетуристические места. Там есть, где вкусно покушать. Там есть различные цены. Как подъехать, как проехать, как припарковаться. В общем, куча информации. Гайд разделен на каждый район, чтобы было очень удобно. И состоит из двух частей. Пишите и приобретайте. Я вот подъезжаю. Это улица Таврическая наша любимая. Там даже такие есть, типа, просветы. Возможно, дождик прекратится. Вот она, вермишелька. Машин, кстати, немного. По-моему, даже парковка свободна. Мы сейчас на нее и заедем. Вот так вот. Сюда прям жикс. И отправимся кушать. Ну все, поели-попили. Отправляемся гулять. Очень мелкий дождик у нас идет. Но он нам вообще точно не помеха. Я традиционно припарковался на Таврической улице, на Цемлянской. Вот он, перекресток. Здесь всегда показываю этот парк. Здесь всегда по вечерам красиво подсвечиваются пальмы. Большущий прокат. Вот они, фонарики. Пальмы подсвечиваются малолюдно. Бутики. Все работают. Очень интересно, как обстоят сейчас дела на пляже. Пост охраны даже поставили. Его, по-моему, не было здесь. Так. Туалеты. Где-то играет мусорка. Экскурсии работают. Но с нашим гайдом вам экскурсии никакие не пригодятся. И мерительненько прекрасно в любую погоду. Как много прокатов и как мало людей. Красота. Идемте сразу любоваться на море. Пройдем вот 17-метровую. Ну, видите, мороженое заработало. Мало людей потому, что просто потому, что шел дождь. И всех спугнуло. В целом на улице очень даже тепло. А еще я увидел, что завезли галику немножко. Или не завезли. Здесь были булыжники. А сейчас булыжников нету. А на той стороне есть. Вон. Вот. А здесь уже булыжники. Причем один булыжник как-то оказался на бетоне. Ничего себе. Неужели штормило так? Да. Ой, мы сейчас зайдем с вами до бархатных сезонов. Там уже облака рассеиваются. Я покажу вам авташские крипты заслеженные. Вот такая красота. Ну, сочинские попугаи. Я очень хочу дойти до того места, где мы забронировали жилье. Я хочу вам показать это расположение, чтобы вы просто обалдели. Обалдели, от чего мы отказались. Ну, это была, так сказать, наша такая задумка, что хотелось открывать для себя новые места. Поэтому сейчас мы живем некоторое время в Геленджике. Ну, а сегодня вот в Сочи, поэтому будем гулять здесь немножко. Смотрите. Все заведения, все функционирует. Я обожаю веретинку за то, что она работает круглый год. Ни на секундочку не закрывается. Неважно, какие там катаклизмы погодные происходят. Здесь всегда все работает, всегда все функционирует. И от этого, конечно же, очень-очень классно. Пляж Спорт-Инг. Давайте на него заглянем. Вообще, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами сходим к морюшку. Какой кайф, а? На улице так тепло. Я не знаю, градусов, наверное, 16. Но все затянуто. Ветра нету. Был бы, если ветер с моря, то, скорее всего, было бы прохладно. У-у-у, галька, камни. Как же я люблю эмеретинку. Очень сильно. Всей душой, всеми конечностями. Здесь так хорошо. Ну, правда. Эмеретинка это вот прям... Адлер это Адлер, Сочи это Сочи. А вот эмеретинка это прям... Ну, как родное. Мы первый раз именно здесь отдыхали. Жили здесь. Потом выезд на поляну. Красоты эти. Самое чистое море. Тоже в эмеретинке. Так, ты меня это... Не мочи. А то мне еще идти и ехать. И ехать домой. Какая красота. Галька, конечно, здесь ужасная. Относительно даже Адлера. Младель такая маленькая, такая приятная. А здесь, к сожалению, уже ее привезли, завезли. Что себе? Такая маленькая коряга, такая увесистая. Класс. Класс. И такой туман, такая морозь. Дождь, насколько же обалденно. ВФФ. Всероссийская федерация волейбола. Вот здесь вот. Вот за вот этими постройками располагаются волейбольные поля. Там проходит чемпионат России и даже, по-моему, мира. Вот в последний раз мы сюда приезжали. Там были вывески, по-моему, мира. Короче, круто. Это очень круто. Вообще, Сириус здесь делает из него такую конфетку, что... Ну, здесь все вообще. Все едут сюда. Здесь классно. Правда, дорого. В каком-то плане даже очень. Ладно, давайте вернемся на набережную. Я дошел до того места. Вот, смотрите, вот эти домики. Вот. Вот так вот. А вот теперь с вами дойдем до моря. Ну, какой-то из этих входов. Вот видите, здесь такие застройки, что окна вот прям заборы и квартиры будут максимально темные. А теперь смотрите, сколько идти до моря. Вот мы вышли. Вот набережная. Представляете? И вот, по идее, мы должны были вот так вот жить в этом месте до июня. Вот так вот можно было бы выходить, и все. И тебе даже двор, по сути, не нужен. Ты просто вышел, и у тебя здесь уже набережная. Ну, напишите в комментариях, правильно ли мы сделали. Вот так вот на первой линии могли бы жить. Ну, было ряд просто причин, но основная причина это то, что мы очень сильно хотели открывать для себя что-то новое. Вот. Поэтому не здесь. Ну, сюда всегда можно так вот приехать на несколько дней, остановиться, погулять. Хочу вам показать. Я вот говорил, что здесь, наверное, уже что-то строится. Отель Bridge. Пляж, собственно, их. Пойдемте к морю еще раз. Пройдемся по пляжу. Здесь что-то ребята выкладывают из камней. Здесь уже поставили вот такие вот лавочки. Так, сейчас. Я вам покажу. Вот, видите? Установили. То есть можно в сухую погоду, в сухую погоду можно уже прийти, сесть на лавочке и понаслаждаться этим изумительным, прекрасным видом. На самой набережной тоже стоят лавочки, но из-за того, что здесь установлен вот такой вот бетон, естественно, вида нету. Вид есть туда чуть дальше. Мы сейчас с вами обязательно дойдем. Дойдем также до фонтана Дружбы Народов. Последний раз я вам показывал, что там палатки, которые были, их просто все снесли. Я там снимал как раз вот самый уже заключительный этап. Что сейчас там? Посмотрим. Я вот уже вижу строительную технику. Начинают готовить пляжи к сезону. По-моему, в том году это делали они даже чуть пораньше, а возможно, и так же. Но в этом году на юге совсем не южная погода. Вы все об этом знаете. Поэтому все подзатягивается. Ну да ладно. В любом случае сезон будет. В любом случае сезону быть. Приедут довольные люди. Но здесь вот пляж выровняли. Видно, что он выровненный. Единственное, что, видимо, был штормик. И снова набило берег. Любимая меритинка. Как здесь здорово. Вон они открываются. Абхазские заснеженные хребты. Сейчас обязательно дойдем до самого конца набережной. Вот она, видите, вся строительная техника. Уже стоит. Делают пляжи, как его раскатали. Вы только посмотрите. Вот я вам покажу сейчас. Допустим, давайте пляж. Вот этот. Видите, он такой, типа, неровный. И покажу. Теперь вот в контрасте, смотрите. Вот этот пляж. По мне так вообще достойно. Ничего себе они его выровняли. Но пока вот что-то работа стоит. Никто не работает. Видимо, пошли на обед. Проголодались. Да. Здорово. Видите, даже самую-самую мелкую-мелкую гальку. Видимо, родную ее подняли. Что-то. Красотища. Да. Вот так вот. Стоит, значит, два трактора. Вот она надпись. Бархатные сезоны. И выравнивают. Ну, возможно, именно сами по себе бархатные сезоны просто ровняют. Именно первый начать, так сказать, готовиться к сезону. Мы сейчас здесь вот с вами поднимемся. И пойдем к фонтану Дружбы Народов. Он уже прямо здесь. В принципе, мы сейчас к нему должны выйти вроде как. Ну да. Вот он. Прекрасный фонтан, который пока не работает. Фонтан Мира называется. Вот. Создан в 2020 году. Так что этот фонтан, он очень новый. Здесь он так красиво, разноцветно. Подсвечивается летом. Ну, в теплое время, да. Видите, сейчас он отключен. И даже воду с него все спустили. Почистили. Ну, здесь такая стояла желтая вода. А где были палатки? Собственно, там палаток нету. Вот, смотрите. Гольный бетон. Максимально все зачистили. Я не знаю для чего. Я не знаю почему. Я тогда говорил, если вдруг кто-то в курсе, кто смотрит видеоролик, то напишите. Мне, конечно, было бы очень даже интересно узнать. Такое ощущение, что зачистили вообще просто под парковку какую-то. Я не знаю. Посмотрите, как малолюдно. У-у-у. Все, все уехали из Сочи. Мы уехали и все уехали. Да, прикол. Вообще просто. Ни души. Ну, на пляже вы сами видели буквально несколько человек. На набережной то же самое. Ааа, вот начинается самая любимая. Самый любимый кусок набережной. Вот он. А знаете почему? Потому что на нем нету вот этого бетона. Если мы здесь с вами идем и почти даже море не видно. Ну, как видно, но не видно прибой. То здесь мы идем и мы здесь все абсолютно видим. И вот эти лавочки, которые установлены, вот эти красивые-красивые лавочки, они установлены в этой части набережной. И они установлены по-настоящему дельно. Потому что вы на них садитесь и вы наслаждаетесь видом. Какая красота, как спокойно. Вот в такие моменты мне вспоминается 19-й год, когда в межсезонье ты ходишь вот так вот. и никого, и никого. Ты просто вот кайфуешь. Ну классно же, классно. А вот, кстати, тогда показывал, какие-то движения наблюдались вот на вот этих виллах. Видите, их начинают заново строить. Я даже вижу, что поставили новые стеклопакеты, потому что там повыбивали все. Заброшенная стройка была. И, скорее всего, это тоже их территория. И из-за этого здесь все убрали. Но это такая моя мысль, это не точно. А я еще хочу вам показать. Посмотрите, какой цвет моря здесь, и какой цвет моря вон там. Смотрите, какая красота. Вот цвет моря в Абхазии резко отличается от моря, которое здесь у нас на берегу. Потому что там изумрудные реки с гор стекают, и из-за этого вода морская такого цвета. Здесь у нас вот так вот ступеньки. Давайте мы с вами вот так вот сделаем. И просто побежим к морю! Просто вот так вот просторы! какая красотища! Привет-привет! Сразу такая волна тоже поздоровалась. Какой кайф, ребятки! обязательно приезжайте по чаще к морю, меняйте картинку. Либо приезжайте в горы, выезжайте просто из своих домов, квартир, заряжайтесь. Не обязательно это делать летом, я об этом говорю постоянно. В такое межсезонье курортные города они открываются по-особенному. И даже то, что вы не успели посетить летом, либо дискомфортно было посещать, поверьте мне, любая достопримечательность в межсезонье открывается по-другому. Как классно раскатали здесь пляж. Идешь просто по равнинке, но волна все равно бьет и ломает, да, если можно так сказать, берег. Вот мы с вами почти уже и дошли до самого конца набережной, Олимпийской набережной. Ее по-другому ее называют. Эмеретинская набережная, Олимпийская набережная. Самая длинная набережная в Сочи. Это именно она. 5 5 с чем-то километров. Пока мы здесь жили, я ее проходил туда-сюда, вдоль и поперек вообще. Одно удовольствие. С самого начала начал и пошел. Кто-то бегает по набережной. Вообще, в любом случае, набережная это хорошо. Вот они, горы. Абхазские хребты. Там, наверное, сейчас такая жестокая непогода в горах происходит. Просто если мы уберем все эти облака, то мы увидим заснеженные шапки. Сильно заснеженные. На самом деле, если вы присмотритесь, если вам будет видно, вот тут вот виден снег. сегодня, здесь, в Сочи, если вот так вот сейчас облака будут расходиться, разбегаться, то сегодня будет очень красивый закат. Здесь другое какое-то солнце, чем, например, сравнивать с Геленджиком. Оно настолько ярко-красное, оно настолько раскрашивает, раскрашивает облака, небо в красный цвет, что здесь закаты они ну они воспринимаются по-другому. Понятное дело, что солнце одно. Вот такая небольшая прогулочка у нас с вами получилась по Эмеретинке, по Сириусу, по этой замечательной набережной. Посмотрели на море, посмотрели обстановочку. Я буду выдвигаться домой, мне ехать еще примерно часов 6-7, возможно и больше. Посмотрим, как будут пробки. Вы, пожалуйста, поддержите выпуск лайком, напишите комментарии и до завтра. до нового видеоролика. Пока!